МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В итоге выделится газ. Таблица Менделеева для Георга Базианца. Лучшая подруга. Выпускник 16-й гимназии, единственный в округе стобальник по химии и единственный в своем медицинском классе, кто смог поступить на бюджет в первый медицинский университет. В отличие от многих, при виде задания ЕГЭ Георг обрадовался, ведь многие задачи ему даются легко. Это не так сложно, как кажется, и нужно лишь уделять внимание учебе и трудиться, и у вас все получится. Химия с детства меня привлекала, потому что химия вокруг нас – это наша жизнь, в ней есть логика, и очень хочется это все изучить. Изучать углубленно сам предмет, а не готовиться только к тестам. Такой совет Георг получил от старшей сестры. Лусине уже прошла этот путь и не только стала примером и мотиватором для брата, но и подготавливала его к экзаменам. Неподдельный интерес к предмету у ребят вполне обоснован. Георг и Лусине с детства мечтали лечить и помогать людям. У мамы были проблемы со здоровьем, и захотелось помочь в будущем. Здоровье человека – это самый важный составляющий фактор нашей жизни. И с детства всегда хотелось понять, как так можно сохранить здоровье, в чем тонкости и хитрости этой профессии волшебной. Ради проходных баллов в ВОЗ Георгу пришлось отказаться от увлечений и прогулок. Два года он отдавал максимум сил учебе. Я хочу стать врачом и знаю, что впереди у меня сложный путь. Но я знаю, что у меня все получится. Однако путь к звездам не всегда лежит через тернии. Подготовка к ЕГЭ по литературе полностью поменяла мировоззрение профессиональной спортсменки Кристины Меликян. С детства в движении – защитница сборной Люберецкого округа и юниорской сборной Армении по баскетболу. Умело использовала свое время. Ловко сплела занятия с репетиторами и чтение книг. С тренировками. Я же не надеялась на 100 баллов и не собиралась. Никому не говорила, вот я собираюсь сдать на 100 баллов. Я говорила, ребят, пожалуйста, порог, порог. Вот хотя бы баллов 60, ладно, максимум. Для меня это было нереально. Я очень боялась. Я думала, что вот сдам литературу, пойду и все, и забуду об этом, как о страшном сне. Но вот эти знания, которые я получила в ходе обучения, я вообще, это прям для жизни очень полезно. И это не геометрия, которую никогда не используешь. Пока школьница учила стихи и познавала жизнь через книги, сумела полюбить литературу всем сердцем. Этот багаж знаний выпускницы 44-й гимназии потребуется в художественном вузе. На изучение российской классики у Кристины ушли рекордные сроки. Всего один год. Как и все, горжусь. Горжусь и посоветовал бы всем придерживаться вот таким успехом. Стремиться. Еще от ребенка зависит тоже. Родители очень многое хотят, но ребенок должен тоже своими возможностями. Ну, молодец, потянул, хорошо. Впереди у стобальников новые, но уже взрослые задачи. И научиться решать их не менее важно, чем тесты ЕГЭ. Анна Троян, Сергей Гвоздев и Валерий Абсалямов. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Субтитры сделал DimaTorzok